Всем привет! Добро пожаловать в новое видео и наконец-то сегодня у меня добрались руки привнести небольшое такое весеннее настроение в квартиру. Хоть за окном у нас и снег, но это ничего страшного, весна всегда такая непредсказуемая. Вот, а я сегодня планирую достать мой весенний декор, его не так много, в принципе, ну, пару таких штришков в каждой комнате. Ну и плюс уберу оставшийся зимний декор, вот, например, там у меня на заднем плане он тоже есть. Большая часть, конечно, уже убрана, вот, ну, а такие вот небольшие моменты все-таки еще остались и попутно еще немножко уберусь там, где будет нужно. Первым делом создавать весеннее настроение я буду на кухне. И вначале хочу убрать вот этот зимний тель, икеевский, всем известный. У меня есть стандартный всесезонный тель, как раз его нужно будет погладить и перевесить сюда. И еще не совсем весенний декор, оно у меня будет на постоянной основе, но так уж заодно. Я в магазине Моди прикупила вот такую гирлянду недавно. Она вообще питается от сети, и желтеньким горят огонечки, но, в принципе, меня больше привлекли вот эти вот светоотражающие элементы, которые могут пускать зайчики, если на них солнышко попадет. И так как уже сейчас весной у нас больше солнышка появляется, хотя не так много, как хотелось бы, вот хочу подвесить эту гирлянду на оконную раму, а именно вот сюда в промежуток, чтобы уж точно на эту гирлянду попадало солнце. Единственное, не знаю, как будут зайчики проходить через тюль, но это надо уже на практике будет смотреть. Там у меня, кстати, еще есть розеточка сбоку, можно будет подключить, если захочется. У меня есть, конечно, такой крючок здесь, но он именно для растений подвесных, поэтому, чтобы подвесить, я буду использовать вот такие крючки вообще для гирлянд. Ну и пока вот так я это все расположила. Здесь есть крючок, вот так вот тянется вся гирлянда, и тут вот немножко спускается. В этом году ища вдохновения, в основном на Пинтерест, я решила сделать такую весенне-летнюю гирлянду. Зимняя есть, почему бы и не сделать летнюю из цветов. Этим, кстати, я убила двух зайцев, заодно расхоломила все свои запасы искусственных цветов, которые хранились годами, и истратила их все на гирлянду. Остальное там, то, что не понадобилось, я уже отдам. Ксюша, как всегда, моя постоянная помощница, сидит тут рядышком. За основу для гирлянды я взяла бечевку, примерно заранее разместила все цветы, чтобы было более или менее равномерно, и настал довольно долгий, кропотливый процесс закрепления цветов на веревке. В моей голове это, конечно, представлялось довольно просто, но на практике вышло немного по-другому. Я подумала, что достаточно закрепить цветы по одной стороне, и они будут висеть, как мне надо. Но, естественно, когда я прикрепила несколько из них и стала проверять, как это все смотрится в подвешенном состоянии, то все прикрепленные цветы просто опустились под своей тяжестью вниз. Поэтому пришлось скрепить их по кругу, и так более или менее она держалась в ровном состоянии. Возможно, если бы основа была более широкая или бутоны легче, вышло бы по-другому, но тут что имеем. Кстати, для такой гирлянды у бутонов нужно отрезать все стебельки как можно короче, чтобы они не торчали, и лучше всего использовать пышные объемные цветы, так они создают вот этот красивый объем самой гирлянде. Также пустоты я заполнила с помощью зелени, у меня там оставалась тоже такая зеленушка, и искусственные гипсофилы из фикса. Кстати, в фикс прайсе сейчас в этом году прям приличный ассортимент цветов, и много хорошего качества, очень красиво смотрятся. Я даже видела там розы очень хорошие, но мне не надо, мне не надо. В итоге, по-моему, получилось довольно отлично, и несомненный плюс, что такую гирлянду очень удобно хранить, много места она не займет. Двигаемся дальше, на очереди кухня. Здесь, как обычно, у меня на обеденном столе небольшая композиция в вазе. Вот такую приобрела в сине, и также успела там выхватить веточки вербы. Не так просто их было найти, пришлось мне за ними поохотиться. Для этого специально ездила в самый большой син в нашем городе ближайший. Плюс еще упогнула немного ветки, так немного натуральный, на мой взгляд, выглядит. И в дополнение к этой композиции в Кюхенленде купила вот такого прекрасного кролика. Хотя есть кролики еще в этом году в фикс-прайсе, тоже они мне очень нравятся, но они появились, к сожалению, немножко позже. Так бы я, конечно, в фикс-прайсе взяла, там дешевле намного. И небольшая композиция из корзинки со стабилизированным мхом и яйцами. Правда, недолго продержались они, пришлось убрать, так как кошки наши прям очень они понравились. Они из пенопласта, прикольно так шуршат, и она их постоянно таскала со стола и жевала. Ну и куда же без подушек на диван, Ксюша, не тряси мою камеру. У меня тут лежала вот такая одна подушечка, но хочу сюда вернуть этой две. Долгое время у меня в качестве наполнителя были такие лысые, скажем так, подушки от Икеи. Я тут на Ватберез для эксперимента заказала подушку в качестве наполнителя новую. И хочу сказать, что она такая пышная. Причем она здесь на молнии, можно регулировать ее толщину. Поэтому со временем надо будет заменить все эти подушки на вот такие. Потому что они ни в какое сравнение с Икеей, которая уже у меня скомкалась тут, вообще не держит никак форму. Ну вот, в общем-то, по этой подушке видно. То есть, как ее сомнешь, так она и будет валяться в такой форме, и взбить ее вообще невозможно. А здесь прям такой упругий наполнитель. Я чувствую, он не будет комкаться. Вот она прям такая упругенькая. Хоть спать на ней можно. Мягкий-мягкий наполнитель на самом деле. Вообще шикарная. И стоит она не так, чтобы сильно дорого. На такой, кстати, акцентный диван довольно трудно подобрать какой-то нормальный чехол, чтобы он хорошо сочетался. Поэтому я в этом году решила вот такие черно-белые сюда положить. Это все, по-моему, H&M и Икея. Вот это конкретно H&M с зайчиками. Ну, а это уже стандартная Икея. Я подумала, что такой цветочный, веточный бринт будет хорошо гармонировать. Правда, я бы, наверное, все-таки еще побольше подушку сюда взяла наполнителем. Потому что тут прям сантиметра два, наверное, еще запас идет. Не знаю, какого он размера. Вроде как все стандартные 45 на 45, но, может быть, это 50 на 50. Так, в принципе, тоже пока сойдет. Ну, и, конечно. Конечно же, я не обхожусь без замены чашек моей коллекции. У меня стояла до этого здесь такая зимняя-осенняя коллекция. Вот сейчас меняю на весенне-летнюю. Здесь, кстати, у меня очень много кружек с кроликами. Вот, из самых различных магазинов. Плюс еще есть всякие, естественно, кружечки из H&M. Это уже более летний вариант. Вот такая тоже красивая. Вот, и вот эту почему-то я очень не люблю. Это, кстати, Синсей, по-моему. Ну, все, кружечки на местах. Правда, у меня намного больше получается кружек, потому что, ну, вот, хотя бы раз в год я точно куплю какую-нибудь кружку. Уже не так хаотично их скупаю. Но дело в том, что иногда у меня не получается. То есть у меня здесь 12 кружек и еще 12 есть на замену. Но плюс еще есть те, которые, ну, как бы не втискиваются в эти рамки, которые я, ну, там, не хочу доставать, разлюбила. Может быть, конечно, от них стоит и избавляться в какой-то момент. Но вот пока не знаю, пока не добиралась до расхламления кружек. Около раковины на кухне у меня тоже есть небольшой островок декора. Здесь по сезону я каждый раз меняю цветы просто в вазе. На весенний-летний период я решила заменить вазу на прозрачную, более легкую, на мой взгляд. Внутри добавила яйца из фикс-прайса. Правда, в репристой вазе их почти не видно, но так тоже ничего. Обычно делают это все в прозрачной. Еще решила добавить самоклеющихся бабочек. Они прям сразу создают весеннее настроение. Просто ваза с цветами как-то грустно смотрелась, поэтому я решила поставить туда еще птичку такую на длинных ножках, тоже из прошлых коллекций фикс-прайса. Также нужно поменять постер на кухне, он у меня единственный. Кстати, сама печатаю эти постеры, правда, приходится выбирать не слишком яркие картинки. В этом году я наткнулась на шикарные рисованные картинки в Пинтерест, и мне они даже больше нравятся сейчас, чем реалистичные постеры. Напоследок спонтанно решила сделать небольшую композицию в детскую с птичкой, которая понравилась Теме. Он мимо проходил и заценил ее ничего замудренного. Корзинка, зеленушка, птичка и пару свечек яиц. Их невозможно, кстати, сжечь. Они очень красивые и больше, наверное, все-таки для декора. Далее переходим к двум рецептам, которые стали популярными, я думаю, именно в этом году. Очень хотелось мне их попробовать, к тому же они такие простые. Для первого нужна соломка, шоколадка и орешки яйца динозавра. Эти, которые у меня, я брала в моде, но попадаются на маркетплейсах, тоже я видела. Первым делом разламываем соломку до 2-3 см в длину примерно. Далее нужно будет растопить шоколад. Я, правда, думала, может подойдет шоколадная паста, но шоколадкой как-то проще и дешевле получается. Все смешиваем, перемешиваем и выкладываем в силиконовые формочки, чтобы создать форму в виде гнезд. Сверху нужно разместить вот эти яйца динозавра и все отправляем в холодильник, чтобы шоколад застыл. Пока гнезда застывают, сделаем второй рецепт. Здесь тоже понадобится соломка, а также маленькие маршмеллоу. Свои я купила в магните, но видела и в фикс-прайсе тоже. Далее все дело в технике. Сама не верила, пока не попробовала. Нужны маленькие ножницы я взяла маникюрные. И разрезаем по диагонали маршмеллоу. И сразу же прикрепляем на палочки. Только аккуратно, чтобы палочка не сломалась. У меня это было пару раз. Надо все делать быстро, так как после разбреза маршмеллоу становятся липкими. И как раз из-за этого могут прилипляться к палочке. Кстати, очень необычное сочетание соленой палочки и сладкого маршмеллоу, но довольно вкусно. Гнезда застыли. И сейчас будем снимать пробу. Ну-ка, попробуй. Это надо вытащить. Вот эту будешь? Ну-ка. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Вкусно, что я пробовала в жизни. Вкусно? Очень. Вот над этой штучкой. Опа. Ну и под конец этого видео хотела попробовать один рецепт покраски яиц. Конечно, с ним нужно повозиться, но результат, как оказалось, того стоит. Для рецепта нужна измельченная луковая шелуха и кусочки простой бумаги. Все надо измельчить довольно-таки хорошо. И бумагу разрезать на маленькие квадратики. Далее все перемешиваем и уже обмакиваем яйца в воде. И обваливаем в этой шелухе с бумагой. Это, конечно, не так просто, так как все пристает больше к пальцам и рукам, чем к яйцам. Но вполне осуществимо. Далее заворачиваем все это в марлю или бинт. Как у меня. Бинт я, кстати, взяла в два слоя для прочности. И крепко завязываем ниткой, чтобы все плотно прилегало. В кастрюлю добавляем каркаде. Я добавила где-то пол пачки. Выкладываем сверху яйца. Заливаем все это дело водой. И добавляем уксус. У меня, кстати, оставалось совсем немножко уксуса. Где-то на две столовых ложки. Все туда и залила. Ставим вариться все это дело на 15 минут. А потом они должны остыть в этом растворе и пролежать около 5-6 часов. Я это делала вечером. И поэтому поставила на всю ночь кастрюлю в холодильник. Доставать их из всей этой красоты. Тут еще квест на белой столешнице. Все очень хорошо и быстро красится от любой малейшей капельки. Но результат потрясающий просто. Они мне напоминают глобус. Такой расцветкой. Хоть и написано, что это яйца Фаберже или что-то подобное. Единственное, что краска с них немного смывается, пока я споласкивала их под краном. Но большая часть красоты, конечно же, осталась. Ну и на этом я буду заканчивать свое видео. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем. Пока!